Привет. Многие из вас просили рассказать про движок, на котором я делаю сайты, генератор статики, так называемый, под названием Eleventy. Я решил наконец-то собраться и сделать самый-самый первый обзор того, что я делаю с Eleventy, а потом, при желании, если вам будет интересно, мы можем углубиться дальше. Сегодня посмотрим на те проекты, которые у меня на Eleventy работают, как они работают, и где этот движок может вам пригодиться. Для начала, что такое Eleventy? Как я сказал, это генератор статики. То есть, грубо говоря, у вас есть какие-то данные в виде Markdown файлов, YAML файлов, JavaScript шаблонов, чего угодно на самом деле, текстовых файлов. Вы их берете, обрабатываете и собираете из них HTML сайт. Он заливается вот в этом собранном виде куда-то к вам на хостинг, и оттуда уже работает. Ему не нужно что-то нам на бэкэнде крутить, обрабатывать и так далее, и так далее. Ему не нужно на клиенте шаблонизироваться, собираться, инициализироваться, потреблять память и так далее, и так далее. Все уже готово. То есть, это статика. Сайт или код, который уже собран и уже работает. И единственное, что там происходит на лету, это обрабатывается вас JavaScript, и обрабатывается ваш CSS, чтобы все отрендерить и заработало. То есть, самая простая часть, то, что браузер умеет делать быстро. Давайте уже посмотрим, собственно, на главный сайт Eleventy, на его документацию, шаблонизатор и вообще, как это все работает. А потом рассмотрим два проекта, которые я использую на Eleventy. Вот так выглядит главная страница сайта Eleventy. Здесь чудесный опоссум на красном шарике. Кликните на него и узнаете историю, почему здесь тот самый опоссум. А также здесь уже моя аватарка есть в правом верхнем углу. Это почему? Дальше я об этом расскажу. В общем, обычный сайт, на котором на главный все написано. Квикстарт, как все сделать и так далее. То есть, это довольно-таки прямолинейный и очень простой, на мой взгляд, движок, у которого есть хорошая документация. В общем, на главный есть много-много всего. Рассказано, кто им пользуется. И среди этих аватарок вы можете видеть, да, знакомую. Я не только пользуюсь, но еще и поддерживаю этот проект раз в месяц на Open Collective. И если вам понравится, как он работает, обязательно поддержите тоже. Вот. А те, кто пользуется, на самом деле перечислены ниже. И среди них есть очень интересные люди. Ну, во-первых, огромная кнопка с документацией. Кто-то там шутил о том, что кнопка с документацией слишком маленькая и неочевидная. И Зак Лазерман, да-да, тот самый Зак Лазерман, который с веб-шрифтами и со всем остальным. И автор этого движка, он ее сделал максимально большой и максимально заметной. Так что документацию вы не пропустите. Движок классный, статический, им пользуется куча людей, ты им платишь деньги, потому что тебе очень нравится. Это все понятно. А вообще, что это такое? Как он работает? Он работает на JavaScript. И это фантастически круто. Мне кажется, для фронтендеров движок, работающий на чем-либо другом, например, каком-нибудь Hugo, который на Go, или Jekyll, который на Ruby написан, это все какие-то чужие миры, какие-то неправильные проекты, которыми неудобно пользоваться. Почему? Например, чтобы вам написать плагин, вам нужно писать на Ruby, писать на Go, или искать чужие плагины, которые как-то работают, как-то написаны. Так вот, основа работы. Eleventy — это Node.js. То есть, когда вы собираете ваш сайт, у себя локально на компьютере перед деплоем, или где-нибудь в Continuous Integration, где-нибудь там на сервере тоже используя Node.js. То есть, что это значит? Это значит, что вы можете использовать самый-самый-самый-самый современный JavaScript, не думать про кросс-браузеры, не думать про совместимость, думать только про совместимость с Node.js. Давайте посмотрим на документацию Eleventy, что там интересного есть, а дальше уже перейдем непосредственно к проектам и посмотрим, как они устроены. Если нажать на ту самую большую кнопку, вы попадете на документацию Eleventy. Она довольно-таки подробно написана, и здесь можно использовать не только JavaScript-овые обычные шаблоны, а можно использовать любые другие языки. Ну, то есть, понятное дело, Eleventy прекрасно работает со HTML, с Markdown, с JavaScript, с Liquid, нунчаками, хендлбаром, мусташь и так далее. Лично я люблю нунчаки. Они, по-моему, самые простые из всех, и это точно JavaScript, это точно знакомый синтаксис. Ну и дальше описано все более подробно уже в боковой панели. Здесь есть встроенные плагины, встроенные фильтры, разные настройки и все остальное, но главное, что вам нужно знать, что лучше, конечно, начинать с каких-нибудь стартер-китов. И тут есть отдельный раздел на сайте, посвященный разным стартовым китам. Что это такое? Это те проекты, которые официально ЗАГ собрал для того, чтобы новички, начинающие, стартовали свои проекты. И много-много-много-много других, их довольно много. И если вы обратите внимание, то справа знакомые счетчики. Смотрите, 100, 100, 197. Где-то мы это уже видели, да? Дело в том, что одна из главных идей за Eleventy, в основе Eleventy, которую Зак Лезерман продвигает, это максимальная скорость. И одна из особенностей статических генераторов, что они делают вам код, который уже готов. Он берет и сразу работает. Если вы правильно настроили сервер, если он не тупит, и он сразу отдает эту статику, все будет работать мгновенно. И на самом деле хорошо оптимизированный сайт с кэшем, с сервис-воркерами, со всем остальным работает так же быстро, как сайт, типичный на сингл-пейже каком-нибудь, со всем этим роутингом и так далее. Поэтому тут как бы очень интересная схватка между одними статическими сайтами и сингл-пейджевыми статическими сайтами. Но мы посмотрим, кто выиграет, а может быть, никто не выиграет, это просто два разных способа делать сайт. Но речь не об этом. Речь о том, что ЗАГ завел специальный рейтинг сайтов, сделанных на Eleventy, и вот эти вот значки в правой колонке, они как раз говорят о том, что какой-то шаблон по умолчанию выигрывает или имеет такие результаты в этом рейтинге. Давайте посмотрим на этот рейтинг, и вы, может, задумаетесь о том, что подобный сайт, конечно же, будет вам гораздо лучше с точки зрения перформанса сделать. Вот официальный Eleventy Base Block. Результат по Lighthouse. И, знаете, даже официальный шаблон не входит в топ по рейтингу Speedify, тот самый рейтинг, который придумал ЗАГ для движков на основе Eleventy. Ну что, вы можете взять и выбрать себе тот движок, который вам нравится по скорости, например, а можете по дизайну, а можете еще почему-то. И вот это вот очень классный, конечно же, способ продвигать этот движок. Он очень быстрый. Понятное дело, что скорость — это не главное. Еще, конечно же, удобство и скорость самой разработки — это тоже интересно вам, как людям, которые, допустим, выбирают движок для своего будущего, следующего проекта, или, может быть, переписывания текущего. Поэтому давайте посмотрим на какие-то технические особенности. Немножко на шаблон, и уже, наконец-то, на непосредственно проекты. В качестве шаблонизатора лично я использую Nunchaki. Это очень крутая штука. Тут можно делать практически все, что умеет современный JavaScript, и его, конечно же, можно еще расширять. То есть, грубо говоря, у вас есть фигурные скобочки, у вас есть что-то, что вы выводите, и через pipe, через эту вот линию вертикальную, вы можете добавить фильтр. Вы можете добавить фильтр, который есть встроенный в сами Nunchaki. Вы можете написать фильтр с помощью Eleventy. Я дальше покажу, как лично я это делаю. То есть, тут происходит следующее. Какие-то данные выводятся, к ним применяется фильтр Replace, который заменяет одно на другое, а потом еще и капитализируется. То есть, вот эти вот фильтры, они встроены в Nunchaki. Ну и так далее, и так далее. Это не единственное, их довольно-таки много. Ну и, наконец-то, проекты. Для начала посмотрим на исторически первый проект, который я сделал на Eleventy. это сайт подкаста «Любимые пластинки». Сайт живет на домене 3lp.me и выглядит следующим образом. У нас есть здесь список всех выпусков, все 53 к моменту записи этого видео, и они все подряд перечислены до самого низа. Здесь есть еще футер какой-то. И все это один из, скажем так, интерфейсов этого сайта. Второй интерфейс сайта — это отдельная страница выпусков. Мы нажимаем и попадаем по адресу episodes 53. То есть, я сгенерировал вот этот адрес для конкретного эпизода. Я могу попасть на главную страницу, могу попасть на внутреннюю страницу. По сути, настолько простой сайт, что у него есть всего два вида — главное и внутреннее. Давайте посмотрим, как это устроено в коде. Идем в проект и смотрим. Исходный код проекта хранится в папке source. Собирается он в папку dist. Как вы видите, source — набор папок с разными данными, ресурсами и так далее. В результате получается, что индексная страница собирается. Видите, как она вся сжата, собрана. И сюда попадают не все папки, а только те, которые автоматически сгенерированы или нужны на самом деле на сервере. Некоторые папки, которые находятся в source, они служебные, они содержат шаблоны и всякие дополнительные вещи или данные, например. Сюда собирается feed. Тот самый RSS feed, который я отдаю в разные подкаст-платформы — Apple, Google и все остальные. В эпизодах есть список папок. В каждой из них содержится индексный файл конкретного выпуска, обложка и, собственно, mp3-файл с подкастом. Это то, что получается после. Давайте посмотрим, как это все организовано в исходниках. У меня есть тоже папка эпизоды. И, допустим, вот 53-й эпизод — это все то же самое, что на выходе, только вместо index.html написано index.md. И смотрите, что здесь происходит. Здесь у нас есть какие-то метаданные, номер выпуска, заголовок, дата, главы, тайм-код и название какой-то главы отдельной, шаблон, который используется для обработки этого Markdown-файла, и теги, которые описывают, что это такое, к чему это принадлежит. А дальше все в Markdown очень подробно и хорошо написано. Заголовок, заголовок, список, ссылки и все остальное. Markdown здесь не просто так. Это самый-самый простой текстовый формат из всех вот этих окологиковских. То есть я могу легко объяснить своим соведущим, которым может быть не гики, или любым другим заказчикам, клиентам, кому угодно, как его отредактировать. Потому что, ну, это обычный текстовый документ. Там очень простые правила. Хочешь написать список, напиши дефисик, пробел, пункт списка. Хочешь написать ссылку, ну, пару, группа скобок, квадратных и круглых. Хочешь написать заголовок, несколько решеточек и так далее. То есть все очень прямолинейно, нет тегов, нет каких-то сложностей, нет каких-то суперсложных правил. Поэтому формат очень хорошо подходит для вот подобных проектов, на мой взгляд. Ну, конечно же, это не админка, и у генераторов статики обычно админок не бывает. Но, знаете, бывают разные эксперименты, люди пытаются прикрутить. И, наверное, как формат хранения данных, Markdown лично мне подходит лучше всего, но может не подойти вам. Так что сами смотрите. В итоге, как вы заметили, структура папки эпизода конкретного, допустим, 53-го, идентична структуре папки того, что получается на выходе. Кроме того, что вместо индекс MD получается индекс HTML. И в индекс HTML есть много всяких тегов, которых в индекс MD нет. Откуда они берутся? Они берутся из шаблона, который я применяю к каждому эпизоду. У меня написано, какой шаблон я использую. И, собственно, давайте посмотрим, какой шаблон в итоге применяется к этому Markdown. Откроем файл episode.njk, ну, нчак, собственно, и посмотрим, как он устроен. Здесь у нас еще один шаблон. То есть, что происходит? Я для MD файла использую шаблон, а этот шаблон использует другой шаблон. То есть, мы получаем такую матрешку. Одно в другое вкладывается. Наверху я подключаю шапку, подключаю боковую колонку, и то же самое внизу подключаю подвал. Обычный include. У меня есть отдельная папка с include, где все эти перечисленные файлы хранятся. То есть, мы сюда include-им внешние ресурсы. А здесь у меня написаны обычные html, в котором используются некоторые вещи, которые содержатся в новом файле. Например, давайте откроем это и вот это. И посмотрим. Заголовок эпизода. Здесь мы генерируем страницу эпизода. Не список эпизодов на главной странице, а конкретную страницу. Здесь написано в фигурных скобочках number и title через точку и пробел. Откуда этот number и title возьмется? Он возьмется из того документа, который мы обрабатываем. То есть, в индекс.md, в этой части, где хранятся данные, есть слово number, и 53 попадет сюда. Здесь есть слово, которое становится переменной, по сути. Title, которое попадет сюда. В общем, таким образом мы заполняем этот шаблон и делаем из индекс.md индекс.html. Но это еще не все, потому что у нас еще есть page ngk, но мы сюда придем. Что еще интересного здесь происходит? Ну, chapter time, например, здесь проходится, но не просто проходится, а внутри цикла. У меня есть структура под названием chapters, которая содержит список. Time title, time title, time title. Это такой объект, по сути. Я беру и пробегаюсь. Глава в главах. И я говорю chapter time, chapter time, chapter time. И генерирую список. То есть, простой цикл по объекту. Дальше есть специальная переменная content, которая выводит то, что находится под мета-шапкой. Вот это все. Это генерируется из markdown в html. Давайте посмотрим, как устроен самый верхний шаблон page ngk и посмотрим, что там происходит. То есть, когда сгенерировалось это все, оно прокидывается в page ngk. Page ngk. А здесь, собственно, содержится та самая страница, которая выводится. То есть, это самый-самый внешний шаблон. Здесь у меня выводится заголовок, проверяется, на главной странице мы или нет, и вставляется префикс lp, если на внутренней странице. Здесь всякая мета, мета-мета-мета. Здесь, собственно, выводится шаблон. Здесь подключаются скрипты. Ну, в общем, здесь все, в принципе, понятно. Тут мы сгенерировали конкретный эпизод. А откуда берется эпизоды на главной странице? Откуда берется feed подкаста? Это происходит на других страницах, в других шаблонах. Давайте посмотрим. У меня есть папка pages, в котором есть index ngk и feed ngk. То есть, эта папка pages на сайте не существует. Я просто в нее сложил страницы, которые я хочу видеть на сайте. Допустим, index ngk. Здесь написано permalink index.html. Что это значит? Это значит, что этот файл сгенерируется не в путь pages index.html, а сгенерируется просто в путь index.html. То есть, здесь я переписываю автоматическую генерацию файла по его файловой структуре в нужное мне место. То есть, чтобы в корне появился файл index.html. Эта страница тоже заворачивается в шаблон внешний. Сюда подключаются отдельные вещи, типа шапки, боковые колонки и все остальное. А внутри все то же самое. Шаблон и вот это все. Ну хорошо, страницы сгенерировались. А дальше-то что? Дальше их нужно как-то собрать, оптимизировать. И есть разные способы это сделать. Можно сделать это средствами Eleventy, то есть написать плагин, который обработает страницы, а можно сделать дополнительную сборку на чем-нибудь еще. Я выбрал второй путь. Мне нравится, чтобы Eleventy занимался своими делами, а я сам занимался сборкой. Но сначала давайте посмотрим на конфиг, где Eleventy настраивается, потому что то поведение, которое вы видите сейчас, оно немножко отличается от поведения по умолчанию. Я его немножко настроил и использовал некоторые дополнительные вещи. Сердце Eleventy — это файл eleventy.js. Здесь содержатся все настройки, и это еще очень коротенький файл. Обычно он гораздо длиннее. Что здесь происходит? Ну, в корне написано «Module exports», все дела, и, собственно, передается сюда конфиг, на основе которого все здесь и происходит. Я пишу «Конфиг» и какую-то опцию, что мне нужно сделать. Для начала, как вы могли заметить, на сайте есть не только Markdown файлы, не только всякие шаблоны, там есть еще ресурсы. То есть картинки, шрифты и все остальное. Мне их нужно не обработать с помощью eleventy, а просто скопировать. Именно для этого здесь написано «Add past row copy». То есть просто скопируй. Просто скопируй. И здесь я пишу «Просто скопируй фаб-иконку». «Просто скопируй шрифты, картинки, скрипты, стили» и «JPG» и «MP3» файлы. Я написал здесь масочку, которая копирует нужные файлы без попыток обработать. Дальше у меня используются дополнительные фильтры, которых мне в eleventy не хватает. Я их написал сам. И самое интересное здесь связан с музыкой. Сделать сайт просто. Вы просто берете данные, генерируете их и храните, допустим, в Markdown, а потом генерируете HTML. С подкастом все чуть-чуть сложнее. Это тоже сайт, но там есть еще кое-что в виде фида. А фид собирается на основе этих данных, но еще и на основе mp3-файлов, которые лежат рядышком в структуре. Смотрите, чтобы в фиде рассказать про ваш выпуск подкаста, вам, в принципе, достаточно вывести данные какие-то. Но еще в фид подкаста очень важно положить длину файла в байтах, чтобы iTunes или другие платформы знали это. Это требование такое. И взвешивать этот файл нужно при генерации, потому что если вы поменяете обложку, описание прямо внутри mp3-файла, его вид поменяется. Ну и, в принципе, это не очень удобно каждый раз взвешивать файл и засовывать их в метаданные. Раньше я делал так. А потом я написал фильтр, который автоматически при сборке взвешивает каждый файл, берет его длину и вставляет в фид. Это, собственно, те фильтры, которые сейчас вот вы видите в конфиге. Давайте посмотрим, как они устроены. Первый фильтр, length, измеряет, собственно, длину файла в байтах. Тут все очень просто. На файловой системе Node.js взвешивает файл и получает его длину в байтах. Но нам нужно еще получать длину нашего эпизода в секундах. В общем, здесь у меня для этого есть фильтр duration. Для него есть функция helper getDuration. Смотрите. Здесь я использую пакет musicMetadata. То есть я на NPM нашел пакет musicMetadata. Он у меня установлен в пакет JSON. То есть я могу его во время сборки использовать. Дальше я его require и вызываю метод parseFile. И он дальше у меня получает эти данные. А потом с помощью international dateTimeFormat, тот самый, который в Node.js есть, он формирует из этого то, что нужно. То есть часы, минуты, секунды не добавляет ничего лишнего и выводит в мой шаблон. Дальше эта функция helper вызывается в фильтре duration и, собственно, ждет завершения этого всего, а потом выдает наружу. Также у меня есть фильтр htmlmin, который используется в фиде, чтобы сжимать html, который генерируется. Также у меня есть трансформация htmlmin, который весь вывод Eleventy минифицирует, используя пакет htmlmin тот самый. Есть еще трансформация htmlmin, которая сжимает фид. И, собственно, все. А здесь у меня просто настраивается сам Eleventy. То есть мне нравится, чтобы мои ресурсы хранились в папке src. Мне нравится, чтобы они попадали в dist. Мне нравится, чтобы папки includes и layout назывались так. По умолчанию они начинаются с подчеркивания. Это немножко отвлекает. Ну и так далее. Здесь я пишу, какой шаблонизатор я использую, что из этого шаблона, что из этого не шаблона. В общем, разные-разные дополнительные вещи, которые позволяют мне настроить Eleventy так, как мне нравится. По умолчанию он ведет себя немножко иначе. Осталось только посмотреть, как я все это потом сжимаю. Для любимых пластинок у меня это gulp. Я прохожусь по тому, что мне Eleventy собрал и дополнительно это сжимаю. Давайте посмотрим. Это, собственно, gulp-файл, в котором есть все, что нужно, как обычно. Я сжимаю стили, я inline-ю стили, потому что у меня всего немножко стилей, и они все на главной странице нужны прямо сразу. Это гораздо все ускоряет. Я сжимаю скрипты, я inline-ю скрипты, их очень немного. Ну, и я очищаю разные ресурсы, собираю все по порядку. И в итоге при сборке что происходит? Когда я стартую разработку Eleventy, то есть локально обновляю, я просто запускаю Eleventy Surf Quiet. То есть у меня по умолчанию Eleventy запускается, и я могу разрабатывать сайт, прекрасно с ним работать. Когда мне нужно собрать, я использую Eleventy, а потом запускаю функцию pack, которая все упаковывает. Когда мне нужно задеплоить, я пишу npm run deploy, и запускается сначала Eleventy, потом rsync. В общем, все вот это происходит. И копирую сайт на удаленный сервер. То есть то, что генерирует Eleventy, HTML, XML собирает, и он сам минифицирует. То, что делаю и пишу я, и то, что Eleventy просто копирует. Eleventy не обрабатывает, я обрабатываю это сам. Вы можете встретить в других шаблонах Eleventy, которые нам предлагаются на официальном сайте, другие подходы, когда все собирается на Eleventy, или когда Eleventy вообще практически не используется, и все собирается на веб-паке, на парселе, на галпе, на чем-то таком. Мне эти подходы кажутся немножко такими усложняющими все, потому что сейчас я могу взять и сборку перенести на что-нибудь другое. Например, а когда это все интегрируется в Eleventy слишком глубоко, ну, получается не очень удобно. Поэтому Eleventy занимается своим делом, я занимаюсь своим делом. На самом деле этот сайт давно ждет обновления и переделки, потому что на главной странице у меня сейчас в выводе 53 выпуска. Это очень много, потому что вес главной страницы вырастает настолько, что уже лайтхаусы начинают не нравиться. Поэтому следующим шагом я хочу этому сайту добавить постраничную навигацию. И, возможно, это будет следующим проектом, который я сделаю и расскажу вам здесь. Если вам интересно сделать постраничную навигацию на сайте любимых пластинок, чтобы я это вам показал, скажите об этом или что-нибудь другое, я посмотрю, что может быть интересного. Это у нас сайт. Хоть и с фидом, хоть и с mp3 файлами, но все-таки сайт. А еще я делаю кое-что другое с помощью Eleventy. Я просто генерирую фид. То есть мне для веб-стандартов не нужно генерировать сайт. Он уже работает на Eleventy, но это большой проект, который сейчас мы охватывать не будем. У меня есть отдельный репозиторий, в котором я храню все эпизоды подкаста веб-стандарты и все mp3 файлы подкаста веб-стандарты. И из этого всего генерируется фид отдельно. То есть не на сайте, а отдельным репозиторием, отдельным проектом. Давайте посмотрим, как он устроен. Идем в другой проект и смотрим, что здесь происходит. Для начала зайдем в Eleventy.js. Здесь у меня примерно то же самое происходит, что в другом проекте. Те же самые трансформации, похожие. Но здесь есть кое-что дополнительное. Для начала сама идея. Собственно, идея этого репозитория в том, что мне нужно получить из набора mp3-файлов и набора markdown-файлов один файл. Индекс.xml, который я при деплое копирую на сервер. Ну, вместе с mp3-файлами. И, в общем-то, все. Это не сайт, это просто один файл. Понимаете, к чему я веду? Eleventy можно использовать для генерации любого типа файлов. Вам нужно сделать календарь из набора YAML-файлов, например. Берете и генерируете календарь с помощью Eleventy. Вам нужно сделать фит, просто один файл. Берете, храните данные в Markdown, в YAML-е, где-нибудь в JS-е и генерируете один файл. То есть это не просто движок для сайтов на HTML и JavaScript. Нет, это движок для генерации чего угодно из данных. И это, конечно, очень здорово. Я стараюсь использовать Eleventy не только для сайтов, а для генерации чего угодно. Там понятный простой язык, понятные простые шаблоны, и это довольно-таки удобно. Собственно, в сорсе у меня лежит один файл без шаблонов, без всего. И он генерируется в индекс.xml, хотя называется fit.njk. Здесь у меня все-все-все-все генерируется и попадает в, собственно, в XML-формате, в выходной файл. Что интересного я здесь использую? Вы можете заметить, что у меня здесь есть папочка data. Data.json и links.json. Я некоторые данные храню отдельно, в этом случае в формате JSON. Ну, просто так немножко удобнее. Смотрите. Например, links.json. У меня есть ключ listen, и у него есть разные значения. Google, Apple, CastBox и так далее. То есть все платформы, где можно слушать подкаст веб-стандарты. У меня есть ключ read, Twitter и так далее, и так далее, support и discuss. Что я делаю в фиде? Я просто обращаюсь к этим данным. Links.listen.google. Раз, у меня здесь ссылка на Google. То есть мне не нужно ввозиться в шаблоне, искать и так далее. Я здесь просто храню данные в отдельном файле, а здесь я их вставляю и использую. Ну, аналогично есть с датой. Я здесь в объекте храню заголовок, авторов, оунеров, копирайты, пути и так далее, чтобы реиспользовать в шаблоне. Довольно-таки удобно абстрагировать их наружу. Это можно делать не только в JSON и в других форматах, но мне JSON показался в этом смысле удобнее. Также вы могли заметить в шаблоне некоторые фильтры, про которые я отдельно хочу рассказать. Смотрите, здесь написано эпизод date и фильтр end date, например. Здесь есть еще фильтр ru date. Давайте его поищем. Ru date. Смотрите. End date и ru date. То есть в некоторых местах я пишу дату по-русски, а в некоторых местах по-английски. Это зачем? Дело в том, что когда я генерирую feed, его данные должны быть в определенном формате, чтобы платформы подкастерские правильно поняли. А в других местах мне нужно дату вывести как-нибудь по-человечески, то есть 1 января 970 года, ну что-нибудь такое, чтобы было человеку понятно. Но хранить данные хочется в одном формате, чтобы удобно было записывать. В итоге я храню их в стандартизированном формате ISO, по-моему, а потом фильтрами из этого ISO формата делаю одно представление или другое. Собственно, давайте посмотрим, как они устроены. У меня в element.js есть два фильтра, ru date и end date. Я использую встроенный в JavaScript и прекрасно работающий с Node.js функцию to locale string и передаю ей формат. Я говорю, запиши мне это по-русски, а это по-английски. И конкретно здесь настраиваю. Год, нумерик, month, long, day, нумеринг. Но проблема в том, что в русскоязычном формате зачем-то добавляется пробел g. То есть 2020-й пробел год. Мне это не нужно, поэтому я просто делаю дополнительный replace g на пустую строку. В английски формате все прекрасно получается так, как нужно. В итоге я дату храню в одном формате, а получаю в разных. Как хранятся данные здесь? Эпизоды. Первый эпизод. Смотрите, 2016.02.01, то есть 1 февраля 2016 года вышел первый эпизод веб-стандартов. Ох, давно это было. То есть это все один раз записано, а потом сгенерировано по-разному. В итоге в папку dist попадает один файл, индекс.xml. Если я здесь поищу 1 февраля 2016, то да, у меня из той самой универсальной даты сгенерировался этот формат. А в других местах у меня где-нибудь что-нибудь как-нибудь вывелось в другом формате. Тут в сжатом виде найти сложновато. Но вы идею поняли. В общем, движок Eleventy стал для меня открытием, стал для меня новым способом делать свои простые проекты. А в следующих выпусках, наверное, если вам будет интересна эта тема, я займусь улучшением текущих сайтов. Например, напишу постраничную навигацию или что-нибудь подобное. То есть мы немножечко погрузимся в Eleventy, что там можно сделать интересным. Но это все на сегодня. Напоминаю, что этот выпуск первым увидит патроны, поэтому если вы хотите увидеть следующий выпуск первым, обязательно становитесь патронами. Это довольно весело, и мы периодически устраиваем разные дополнительные вещи. Я рассказываю, что у меня происходит здесь в студии, и как я все это снимаю, и что нового будет потом. Это, мне кажется, ценно быть немножко ближе. Ну, смотрите сами. Если нет, просто смотрите дальше. А про сегодняшний выпуск. Ну, расскажите, что вам нравится, не нравится. Правильно ли я рассказал. Согласны вы со мной или не согласны. Нравится вам это видео или не очень. И все остальное. Ну, и как обычно, давайте пообщаемся прямо в комментариях под этим видео. Пока.